Всем привет! Обзор снова про радиоприемник. Уникальность данного приемника это приличный охват частотного диапазона в столь компактном форм-факторе. Проехав более 5000 км, сложились определенные впечатления по данным приборам. Качество приема опробовано и в горах Кавказа. Сейчас все более подробно. Всем приятного просмотра! ККР24 Technologies Про эти приемники также есть обзор на нашем канале, кому интересно. Комплект поставки, скромная компактная упаковка. Внешний вид напоминает облик предыдущей модели. Чтобы поднять качество приема сигнала, предлагается отличного качества внешняя антенна, тестовый зажим для хвата за телескоп. На проводе есть маркировка силикон. Провод на самом деле эластичный и если действительно сделано из силикона, то это практически вечный. И длина порядка 3 метров. Также в комплекте темляк для удобства переноски. Для зарядки предусмотрен USB провод стандарта microUSP. И длина такого провода составляет 60 см. В комплекте еще такого плана затычки. Провода здесь тоже очень мягкие, предположительно тоже силикон. Наушники проверил на всех этих приемниках. Про конфигурацию стерео точно не подскажу, но звук поступает в каждый динамик. Звук тоже достаточно хорошего качества. Для заядлых любителей сразу скажу, что это низкоомная нагрузка. Создает хорошую нагрузку на усилитель. И звук прям очень громкий. В комплектации также руководство пользователя. И к сожалению, только на английском языке, в котором также можем видеть все основные технические параметры приемника. Это и самый большой охват частотного диапазона. Ну и весь технический частотный диапазон, чувствительность и все остальные параметры. Есть встроенный аккумулятор, хотя при желании спокойно можно переделать и под элементы питания стандарта 3А. На выключенном приемнике при нажатии любой кнопки появляются часы. В отличие от 103 модели, очень приятная для глаз янтарная подсветка жидкокристаллического дисплея. Стандартное гнездо Minijack 3,5 мм для наушников и в качестве AUX выхода. Рядом гнездо для зарядки стандарта microUSB, он же для питания приемника при отсутствии элементов питания. И такая полезная кнопка Look в качестве защиты от случайного нажатия кнопок. Для включения удерживаем кнопку нажатой и появляется такой значок. И теперь при нажатии любой кнопки приемник защищен от случайного переключения. И все так же удерживая нажатой кнопку, можем отключить данную функцию. И крайняя кнопка позволяет включать-выключать приемник и в том числе устанавливать режим таймера, то есть режим сна. Для включения приемника удерживаем нажатой кнопку и сразу выскакивает время таймера 90 минут, который при каждом последующем нажатии можно задавать необходимое значение таймера или же просто отключить. При каждом выключении приемника также появляются версии прошивки. Будет очень интересно, если оставите в комментариях версию вашей прошивки. А при установленном режиме таймера сна на дисплее появляется вот такой значок. Сверху над часами работают секунды. Для установки точного времени потребуется удерживать нажатой кнопку SET. Начинают мигать часы и с помощью боковой кнопки можем устанавливать необходимые значения времени. С коротким нажатием кнопки SET переключаемся в режим настройки уже минуты. И все точно так же задаем необходимые значения. И еще одно короткое нажатие. Выходим из данного режима с сохранением параметров времени. Кнопка BAND позволяет переключаться между диапазонами. На выключенном приемнике этой же кнопкой можем включать будильник. И снова удерживая кнопку SET точно так же с помощью боковой кнопки можем задавать точные показания времени. Снова нажимаем кнопку SET и появляется такое значение. Это скорее включение второго будильника. Для удобства контроля заряда есть такой индикатор зарядки. Установки необходимого частотного диапазона можно в ручном порядке с помощью кнопки TUNING плюс или минус. Можем переключать каждый шаг по отдельности. Либо просто удерживая кнопку нажатой включается автоматический поиск до ближайшей станции. Для того чтобы сохранять ту или иную станцию выбираем сперва частоту. Нажимаем кнопку MEMORY. Память. Начинает мигать ачейка памяти. Можем выбирать и снова нажимая кнопку MEMORY появляется значение на дисплее MEMO и таким образом сохраняется станция в заданном ячейке памяти. SV диапазон разбит на более привычные поддиапазоны. Это просто необходимо для столь широкого охвата частотного диапазона и шаг переключения 5 кГц. Для запуска автоматического сканирования можем удерживать на выбранном диапазоне кнопку BAND и как видим запускается автоматический поиск и записывая радиостанции в заданных ячейках памяти. Процесс протекает не так быстро, но каналы распознает отлично. Также следует отметить отличные углы обзора практически под прямой угол, за исключением такого небольшого перехода контраста по вертикали. Но это беда не конкретно данной модели, а целиком технологии построения такого рода жидкокристаллических монохромных дисплеев. С помощью кнопки включения можно и задействовать индикатор уровня сигнала. Диапазон CB позволяет включать фильтр функцию подавления шума. На авиадиапазоне также работает этот шумоподавитель пороговый. Для авиадиапазона еще предусмотрено два вида шага частотного диапазона. Либо это обычный 5 кГц, или для более быстрого поиска можно устанавливать значение в 25 кГц. На УКВ этой функции не предусмотрено, но зато есть возможность выбирать либо узкую, либо широкую полосу пропускания. И с таким хорошим охватом частотного диапазона можно попробовать даже вытягивать сигнал из аналогового телевидения, если как таковой еще осталось. На короткой волне шаг переключения в 10 кГц и никаких других режимов в данном диапазоне пока не удалось обнаружить. На средних волнах шумодав тоже отсутствует, но есть возможность выбирать шаг частотного диапазона как для европейской части, так и для американских стандартов. Громкость регулируется в значениях от 0 до 33 единиц. А чтобы переключаться между ранее записанными радиостанциями, между ячейками памяти, чтобы войти в список, нужно нажимать кнопку Memory и с помощью этих кнопок уже выбирать необходимую радиостанцию. Ячейки памяти для SV диапазона предусмотрены, как видим, максимум 50 штук. На SV диапазоне этот показатель тоже равен 50 ячеек памяти. Авиадиапазон все те же 50 ячеек и УКВ и остальные все частотные диапазоны все так же по 50 ячеек памяти. Слушаем теперь и смотрим на качество приема и насколько это качество меняется при подключении внешней антенны. В 1932 году Джон Голстуарст получил Нобелевскую премию по литературе за высокое искусство повествования, вершиной которого является этот роман. Писатель посвятил своей музе и возлюбленной. Ада была женой его кузена-автора. В сравнении с начальной серией тут ощущается чуть более высокое качество приема сигнала. Хватит сметивость, рожденная вне брата, дочь. Не старался поспорить избавиться. Как сказать, что понятно, что братца оттуда не вышит. Если кому интересно, проведем отдельный, более глубокий анализ, обзор про сравнение всех трех приемников. Теперь заглянем и в начинку прибора. Сразу в глаза бросается все тот же самый плоский динамик, но уже с другими параметрами. Хотя и размер динамика все тот же сохраняется, но мощность выросла в четыре раза. И возможно поэтому приемник уверенно держит контроль даже на максимальной громкости и динамик не перегружается. Видим также отличное качество пайки, хотя местами можно увидеть и следы канифолии. Также точная маркировка модели, версии и скорее всего дата релиза. Сердцем приемника служит китайская микросхема 6955. По части расположения ферритовой антенны не самое удачное расположение, как заметили ветер солнечный и другие ребята. И мне кажется здесь было бы более удачно размещение более компактного компрессионного динамика в диаметре 20-25 мм. И тогда можно было бы надежно зафиксировать в свое гнездо нормальную антенну. Но в силу компактности и предназначения данного стандарта приемников, конкретно для амплитудной модуляции это не самое удачное решение. И сравнивать с крупными приемниками эти устройства наверное будет неправильно. Хотя эти приемники тоже как-никак могут вловить сигналы. И в некоторых случаях даже удается поймать значительное количество каналов в данном диапазоне. Что же касается потребления тока, на выключенном приемнике все нули, хотя при включенной подсветке пару миллиампер тока будет как минимум. При включенном приемнике уже появляется 90 миллиампер часов потребления. Это на среднем уровне громкости. И даже при снижении громкости потребление тока остается довольно высоким. При переключении на другие частотные диапазоны все так же сохраняется 90 миллиампер часов. Но в режиме авиадиапазона это значение увеличивается почти в два раза. Это уже 160 миллиампер часов. А при максимальной громкости даже на FM диапазоне ток иногда переходит границу в 160 миллиампер часов. И на одном полном заряде приемник способен поработать на средней громкости максимум в 7-8 часов. И ток зарядки составляет почти половина ампера. И даже несмотря на такие скромные размеры антенны, приемник спокойно принимает станции с более-менее нормальным уровнем сигнала, то любит разговоры диспетчеров, авиадиапазон так же прекрасно работает. Вес данного предприятия приемника составляет всего 80 граммов. Московское время 17 часов. Эсли диапазон так же показывают неплохой результат. Здесь тоже много русскоязычного вещания. Все эти приемники отличное изобретение. Но для тех, кому хочется большего, в следующем обзоре посмотрим и такой приемник. Это настоящий полуаналоговый и достаточно крупного размера прибор. А для тех, кому хочется еще большего, вот такая красота. И ценой почти в 10 раз дороже. Приветствуются, лайки, комментарии и не забудьте подписаться. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.